Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Баранки, булки, калачи. Только-только испечи. Налетай. Добрый день. День добрый, сударь. Пахнет на всю улицу. Да. Чего изволите? Даже не знаю. Да. Не печалься, не плачь. Покупай скорее калач, как говорится. Скажи, милейший, вот эта контора Зуевых, верно? А, точно так-с. Чего о них слышал? Да, гулящий он этот Зуев-то, да. И со странностями поговорил. Это как? Ну, вон, кстати, странность тихнее идет. Служанка Зуева. Горничная? Горничная, горничная. Ага. Ага. Ну, ладно. Давай. Баранки, булки, калачи. День добрый. Доброго здоровья. Хлеб свежий? Свежий, как всегда, из печи. Чего изволите, да. Булочку возьмите. Спасибо. Спасибо. Благодарствую. Доброго здоровья. Горничная Зуева. Уже год как у них живет, а в лицо-то ее никто и не видал. Никогда. Откуда она? Поговаривают, из Петербурга он ее привез. И из дому редко она выходит, прячет ото всех. А одевается он, как барышня. Вуалик вся. Таинственная. Ладно. Спасибо, братец. На здоровье. Баранки, булки, калачи. Господин Сеславин попросил меня, как своего адвоката, изложить вам его версию событий последних дней. Конечно, сам ведь он не в состоянии. Причину, по которой он возложил это на меня, вы поймете из моего рассказа. Итак, господин Сеславин действительно прибыл в Затонск, для того, чтобы встретиться с мадам де Бо. Заметьте, в чем он не признался, даже будучи арестованным. На это у него была причина. У него был заказ к мадам де Бо. Она должна была подобрать ему служанку или, вернее сказать, содержанку на время его длительного пребывания в Европе. А у него что, проблемы с дамами? Яков Платоныч, мой клиент человек занятой, к тому же он холост. А заниматься романами в Европе на это у него не будет времени. Поэтому служанка такого рода необходима ему для поддержания здоровья и, так сказать, душевного равновесия. Понимаю, служанка как нельзя лучше подходит для этой роли. Именно. По фотографиям, которые предоставила ему мадам де Бо, он подобрал себе девушку, за которую тут же внес соответствующий аванс. После чего мадам де Бо пообещал ему предоставить эту девушку через пару дней. Однако, не через пару дней, не через неделю этого не произошло. На вопрос господина Сеславина, когда же он может наконец получить свой заказ, мадам де Бо повела себя весьма странно. Она всячески уклонялась от ответа, более того, постоянно настаивая на том, чтобы господин Сеславин покинул Затонск, а девушку, дескать, она привезет ему в Петербург. Причины объяснила? В том-то и дело, что нет. Безусловно, подобное поведение возмутило моего клиента, и он потребовал немедленного исполнения его заказа. Однако, мадам де Бо предложила ему другую девушку, но мой клиент настаивал на той особе, которую он выбрал. Необычная, наверное, особа. Посмотреть бы на нее. К сожалению, он отказывается назвать ее имя. Значит, у него был мотив. Он хотел вернуть аванс. Был разгневан и принял в переодетого Андре за мадам де Бо. И убил его. Яков Флатоныч, все это домыслы, а нужные доказательства. И тем не менее, Виктор Иванович, он подозреваемый и пока останется у нас. Дежурный! Честь имею. Коробейников пришел? Так точно. Скажите ему, чтобы взял арестованного Сеславина, мы едем в гостиницу. Слушаюсь. КОНЕЦ 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 Так, сэр, только белая сейчас правая. В равной степени владеете и правой, и левой рукой? Именно. Можете возвращаться к себе в номер, господин Сеславян, вы свободны. Из города только до окончания следствия не выезжать. So, каков есть последовательность? Итак, мы берем вот это и выливаем вот сюда. Что потом? Потом мы берем вот это и выливаем вот сюда. И завершающий этап. И завершающий этап. Мы берем вот это и выливаем вот сюда. НО! Что случилось? Сэр, у нас урок химии. Уходите. Сэр, уходите. Вы в порядке? Я не хочу. Больше не хочу. Уроки химии. Я не хочу. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Не надо уроки. Но, Миша, можем встречаться просто так, как люди. Как люди? Нет. Нет. Я люблю химию. Я буду. Я хочу. Я… Мне просто… Мне не хватает практики. А вы не даете мне практиковаться. Вы должны мне показать вашу работу на практике. А вы мне вместо этого какие-то порошки подсовываете. Нет. Это невозможно. Почему невозможно? Импосибл. Опять импосибл. Опять импосибл. А подвергать мне опасности. Вот это импосибл. Что вы делаете? Вы это все подстроили, чтобы воспользоваться моей слабостью? Нет. Я… Простите меня. Вы переходите все границы. Простите меня. Я так больше никогда. Я… Никогда больше. Ну, зачем же никогда? Никогда это лишнее. Просто… Вы торопите события. Если бы Сеславин был преступником, он бы взял воображаемый нож в левую руку, чтобы вести нас в заблуждение. Ведь удары были нанесены явно правшой. Но ведь он не знал, что Андре был убит правой рукой. Ну, конечно, не знал. Он не убийца. К тому же, судя по направлению нанесенных ударов, убийца был невысокого роста. А нож? Нож ведь у Сеславина. Доктор Милтс не нашел никаких, даже малейших следов крови. К тому же, лезвие чуть шире, чем порезы на теле Андре. Что касается портье, он спал ночью. Соответственно, Сеславин мог запросто пройти к мадам независимой. Да нет. Ночью он был в борделе. Решил, видно, самостоятельно найти себе спутницу на время пребывания в Затонске. А такие средние откуда? Я вчера заходил в бордель. Вот ведь как. И как? Ну, то есть, я хотел сказать, он нашел то, что искал? Да нет. Все девушки показались ему слишком вульгарными по сравнению с его идеалом. Добрый день. Не помешаю? Да нет, нет. Вы, вы проходите. Анна Викторовна, здравствуйте. Давненько вы к нам не заходили. Совсем забыли нас. Не справляетесь без меня? Ну, если честно, тяжеловато приходится. Все. Вы присаживайтесь. А я вот решила помочь вам по старой дружбе. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а не разыскивается ли некая молодая особа по делу об убийстве Андре, ассистента некой мадам де Бо? Ну, не томите, рассказывайте. Это горничная в доме купца Зуева. Зовут Ульяна. И, по всей видимости, она попала в дом купцу не без помощи этой мадам де Бо. Что ж, получается, Зуева меня обманула. Она ходила к мадам де Бо по поводу этой горничной. Еще знаю, что Андре был влюблен в эту девушку. Да, и ее связывают странные отношения с конторщиком купца Зуева. Загадочная особа? Весьма. Она темнокожая. Негритянка. То есть, в самом деле? Да. Как? В наших краях? Откуда? Антон Андреевич, найдите ее и приведите к нам. Да. Очевидно, что конторщика и девушку связывают весьма трогательные отношения. Я видела, как они разговаривали. Случайно, разумеется. Хотя чего уж там, я подглядывала за ним в окно. Да, знаю, знаю, что это, что это ужасно неприлично. А почему же вы решили, что убитый Андре был в нее влюблен? Понимаю. И я. Ваше высокотворозье. Убийство. Где? На окраине. В заброшенном доме найдено тело приезжей дамы. Значит, дамы обнаружили мальчишки, припугались сильно. На их крик побежал городовой. А тут вот… Первый удар был нанесен чем-то тяжелым. По затылку, но сознание она не потеряла. Сумела выхватить нож, спрятанный под подвязкой. Видите? Царапины от рукоятки. Она пыталась подняться, выхватила нож и получила второй удар прямо в темечко. Ну, ножей тоже кровь. Значит, она успела достать убийцу. Непростой это нож. Что в переводе означает кинжал шлюхи. Или добродетель. Характерное не очень длинное лезвие. Вполне возможно, что им и был убит Андре. Вы наведите справки. Может быть, кто обращался с медицинской помощью с колотыми, резанными ранами. Слушайте. Кто вас убил? Скажите, кто? Вот здесь башню убили. Слушайте, Мирон. Яков Платоновичу приказал отвезти вас на шум кипож. Нет. Спасибо. Я сама пойдусь. Как вам будет угодно. Анна Викторовна, здесь произошло убийство. Простите, а мы знакомы с вами? Нет. Я много слышал о вас. Сиславин. Я из Петербурга. Знакома мадам Дебо. Так что, она убита? Да. К сожалению, это так. Боже мой. Я в отчаянном положении. Только вы можете мне помочь. Я знаю о ваших способностях. Я даже хотел искать вас. Чем? Чем я могу вам помочь? Мадам обещала, что Ульяна будет принадлежать мне. И что теперь? Ульяна горничная купца Зуева? Да. Я ее выбрал. Я даже заплатил аванс. Но Ульяна служит в другом доме. Помогите мне. Так вы хотите, чтобы я вам деньги помогла вернуть? Да нет. Что вы. Дело не в деньгах. Я хочу, чтобы Ульяна была моей. Чтоб ушла от этого Зуева. А вас, простите, экзотика привлекает? Экзотика? Да что вы можете понимать? Простите. Помогите мне. Поговорите с ней. С Ульяной? Вы издеваетесь надо мной? Да нет. Что вы. С мадам. Ну, с ее духом. А дух мадам чем может вам помочь? Мадам что-то знала про Ульяну, что позволяло ей держать ее в повиновении. То есть вы хотите сказать, что мадам шантажировала девушку? Я очень вас прошу связаться с духом мадам и узнать у нее про эту тайну. Для меня это будет ключиком, чтобы получить Ульяну. Получить теми же угрозами и шантажем. А почему сразу угроза, шантаж? Вы поймите, девушка уедет из этой глуши, уведит Европу. Заживет совершенно другой жизнью. Нет, господин Сеславин. Извините, но помогать вам я не стану. Но вы должны. Что, простите? Я умоляю вас. Я жить без нее не могу. Мне некого больше обратиться с мадам мертвой. Андре тоже. Хотя Андре имал свои виды на Ульяну. А это вы откуда знаете? Ты как он крутил свою контору с этим щитоводом Птицыным? Птицын приходил к нему в номер. Я тоже сначала думал действовать через Андре, но он деньги взял и делать ничего не собирался. Все-таки я не стану вам полагать. Извините. Ладно. Добрый день. Добрый. Скажите, где ваша горничная? Я к вам домой заходил, никого там не застал. Не знаю. Как с утра ушла, так я ее и не видала. А брат ваш, он где? А брата с вечера не видала. Что-то случилось? Куда все подевались? Не знаю. Сама в тревоге. Брат иногда в кабаках гуляет. Есть такой грех. Ладно. Слушай, ничего не поделаешь. Скажите, ваш щитовод, он на месте? Птицын? Птицын. Отпустил я его. Не здоровится ему. Знаете что, в таком случае вам придется поехать со мной. Да, да. Управление. Собирайтесь. Собирайтесь, я здесь подожду. Ты не смеешь. Не смеешь. Не втравливай ее в эту историю. Подлая, старая, старая. Ты не стоишь, я мизинца, развратница и торговка развратом. Лучше переждать, покуда суета вокруг смерти этого Андреа уляжется. Но я не виновата. Полиция сейчас начнет хватать и правых, и виноватых. Надо переждать. Сколько ждать? Сколько? Ну, несколько дней. Неделю. А что я скажу Евсееву? Где я была? Да что-нибудь придумай. А если он узнает, что я была у тебя? Будешь сидеть тихо, не узнает. Чей же это дом? Чей же это дом? Знаешь, Эть, не могу я за тобой на чужбину-то и Европу. Жизлучатность. Плохо? Может, тебе не ходить? Нет, я должен быть в конторе на виду. А ты из дома ни на кой. Ульяна, погодите. Можно с вами поговорить? Меня зовут Анна Миронова. О чем? Я знаю про вас и про купца Зуева. И про мадам Дебо я тоже знаю. Уходите. Это не ваше дело. Постойте. Вы попали в скверную историю. Вам-то какая теперь забота. Мадам Дебо мертва. И я очень вам советую пойти в полицейский участок и рассказать господину Штурману все, что вы об этом знаете. Кто такой? Купец, Зуев. Задержан на улице. Вот, а ну как. На ловца и зверь бежит? Похоже, нам сегодня везет. Смертельный пьян. Подрался. И сурков к краю. Открывай. А ну-ка давай, любезный, просыпайся. Эх, Платоныч, так он же пьян, как сапожник. Да-да. Ну, вы правы. Очень возможно, что эта рана от удара ножом, принадлежащая мадам Дебо. Знаете, когда человек пытается один ударить, то другой защищается именно так, как вы. Выставив вперед руку, посмотрите, у него рана как раз на этом самом месте. Приведи его в чувство и на допрос ко мне. Ну, выпил лишнего, что за беда? Ну, подрался с кем-то ради забавы. И все-таки откуда порез? Там разберешь разве, в свалке. Не помню я. Яков Платоныч, вот Тамара Зуева. А в пьяной дома не оказалась. Что с тобой? Да подрался по пьяной лавочке. Ерунда. Ты-то как здесь? Да вот. Привели. Как преступницу какую. Вопросы какие-то непонятные. Антон Андреич, езжайте-ка к доктору Милцу. Попросите проверить, соответствует ли характер ран на теле Андре кинжалу мадам. Будет исполнено. Вы присаживайтесь. Ну, и где ваша горничная? А где она? Не знаю. С утра ее не видела. Наверное, по магазинам шляется. Вопрос у меня к вам какой. Что вас связывало с мадам Дубо? Какой еще мадам? Не знаю я никакой мадам. Ну, сформулирую по-другому, как горничная оказалась в вашем доме. Как оказалась? Нанял. А при чем тут вообще Ульяна? Ну, необычная она горничная для наших мест. Да все из-за нее. Из-за эфиотки этой. Как она в дом к нам пришла, так вся же наша жизнь наперекос пошла. Молчи. А я не буду молчать. Выгони бесовку. Да я тебя скорее выгоню. Приворожила басурманка. Да крещеная она. Это хорошо. Только история другая. Познакомились вы с Ульяной в Петербурге, когда были там проездом. Воспользовались услугами мадам Дубо. Увидели Ульяну, наняли ее как горничную и привезли ее сюда, к себе. И все пошло хорошо, если бы не господин Сеславин, которому она была обещана, после окончания контракта с вами. Но только отпускать вы ее не хотели. Да и сама она не хотела от вас уходить. Вот и закружилась кутерьма. Сеславин требовала, а мадам Дубо давила на Ульяну. А сестра ваша умоляла мадам Дубо забрать Эфиопку. Вот Сеславин и дает взятку, Андрей. Так ты что, ходила к этой мадаму меня за спиной? Да, ходила. Думала, если Эфиопка уедет, может ты в ум придешь. Змея. И вот что интересно, кто из вас убил мадам? Вы, чтобы отомстить за Эфиопку или вы за то, что она хотела забрать у вас горничную? Не помышляла я об этом. И Евсей не мог. Да не помнит он ничего. Да не мог я, не мог. Не в чем мне каяться. А на мне нет вины. Хотите верьте, а хотите нет. Нет. Ваша суббограда, тут к вам. Парай срочно. Здесь меня ждите. Яков Ильич, я привела к вам Ульяну. Хорошо. Ну так я слушаю. Рассказывайте. Так, а о чем рассказать-то? Ну начните с того, что мадам Дебо приехала в Затонск для того, чтобы забрать вас от купца Зоева. Ну так и было. Только я мадам Дебо с тех пор и не видела. Вот оно что. Только я вас вчера видел вместе с ней. Ночью. Помните? А потом кто-то ударил мне по голове. Не другой ли это ваш поклонник, господин Птицын? Не хотели вы расставаться с купцом Зоевым? У вас были все основания желать мадам смерти. А я не убивала никого. Можно я пойду? Нет. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Я не убивала никого. А кто убивал? Я не знаю. Посидите в Арестантской, подумаете? Дежурный. Проводим. Вы с ума сошли? Какие у вас основания для этого? Посидеть станет поклонницей. Знаете, я не узнаю вас, Яков Платоныч. Она что-то знает, говорить не хочет. Да и вообще надоела мне эта семейка. Это я уговорила ее сюда прийти и обещала, что вы во всем разберетесь. Так я и разберусь. Благодарю за содействие. А дальше я сам. Яков Платоныч. Прошу прощения, Анна Викторовна. На минуточку. На этот раз, Яков Платоныч, вы превзошли себя. Благодарю. Арестовали всю семью Зуевых, включая прислугу. У каждого из них был повод желать смерти мадам Дебо. Остается узнать, кто именно убийца. Этим я и занимаюсь. А Рябушинского, Рябушинского, за что арестовали? Он-то в чем провинялся? Господин Рябушинский своим вмешательством ставит под угрозу все следствие. Собирается передать огласки, секретные сведения. Дух Андре, вызывай у тебя, явись мне. Дух Андре, вызывай, явись. Скажи мне, кто твой убийца. Я больше вас не боюсь. Я вольный человек и желаю сам распоряжаться своей судьбой. На какие средства, милая друг? Свобода не щупит, она вкусна. Пусть так. Но я познал настоящую любовь и не желаю больше углажать вас и потакать вашим причудам. Бежать решила неблагодарная дворняжка. Не будьте с такой же шапкой. Я заслужил свободу и любовь. Ей будет Ульяна. Не хотите отдавать ее мне, я буду бороться. Ульяна привыкла к достатку и комфорту. Куда ты с ней с ее донорожностью в дырке выступать? Она не решается. Пока. Но я добьюсь своей. А между вами и мной все кончено. Без поворотов. Ох, ты мелкая мечта. Вы за мной не что? Ножешь так разговаривать с мадам Дебо? Да я с радостью сниму это дурацкое платье. И стала мужчиной наконец. Андре, давай поговорим спокойнее. Я не хочу иметь дело с извращенной. Ты мне противна, старая ведьма. Мы начнем новую жизнь. Да. Так и будет. Ну что, нас и доставали. Доложите план ваших действий. Опрашиваем подозреваемых. Еще пару дней и они дадут признание. Но пока они должны быть под арестом. Два дня. Даю вам всего лишь два дня. Ирия Бушинского отпустите. Это не просьба. Это приказ. Андре, я слышу вас. Я могу вам помочь. Мадам Дебо должна быть наказана и людским судом. Все должны узнать, что она не жертва, а убийца. А Ульяна узнает правду. Узнает, что вы любите ее. Ну, пожалуйста, прошу вас. Мне нужны доказательства. Мне нужны улики. Андре, умоляю, помогите мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Мадам обещала мне раскрыть имя господина, который купил у неё горничную. Это нам известно. Дальше? Дальше я стал следить за семейкой Зуевых. И вот как-то однажды я заметил, что щитовод Зуева и его горничная… Ну, понимаете, у них такие особые отношения. Нежные. – Щитовод? – Ага. Вы свободны. А? Спасибо. СТУК В ДВЕРЬ Что мы пытаемся найти в этой грязи? Твой дух мог уточнить? Пеньюар Мадам де Бо. Там должны были остаться следы крови. Не проще ли в полицию было обратиться? Ну, уж нет. Чтобы Штольман меня опять на смех поднял. Нет. Сами найдём. Ладно. Ладно, не впервой. Подожди. Ну, вот же, что я и говорила. Это то, что мы искали? Да. Все. Теперь мы можем идти. Погоди. Может быть, теперь ты мне расскажешь, для чего же ты ходил к мадаму? Ну-ка, ты боже мой. Ну, протежей я хотел составить для одной своей знакомой. Я хотел, чтобы мадам де Бо поучаствовала в её судьбе. Пристроила в приличный дом в Петербурге. А что, есть те, для кого это будет благом? Ну, знаешь ли, если девушка прозябает в нашем борделе, то строится в приличный дом в Петербурге. Благо и есть. Вот оно всё и прояснилось. Слушай, я… Прошу тебя… Ну, понятно. Маме мне ничего об этом не скажу. Нет. Да? Да. Сергей Степанович, добрый день. Господин Штольман у себя? Господин Штольман отсутствует. Где-то в городе? Вот это. Передайте ему. Пожалуйста, это очень важно. Ну, хорошо. Скажите, что от меня. Хорошо. Передам. Так у нас завсегда с документами порядок. Да, видно. Служащие конторы вашей люди старательные, проверенные. Что правда, то правда. Евсей Данилович умеет подбирать людей. Да. Только получается, сам на груди согрел у себя убийцу. Кто убийца? Ты кто? Ульяна, горничная его. Она, мадам, убила. Да… Не может этого быть. Вы что? Призналась она, что жила с купцом Зуевым по договору, который ей устроила мадам Дебо. Время вышло, вот мадам ее обратно начала требовать. Даже угрожала. Вот она от нее и избавилась. Не, не убивала она. Я бы знал. Это почему? Так… Отец я ей. В юности я был в обслуге двора Его Величества. Там служил араб. Это должность такая. Лакей в покоях государевых. А раб был и из Эфиопии. И у него была сестра. А вот с ней-то у меня и случилась любовь. И случилась дочка. Ульянушка. И вот она подросла. А… А как можно жить русской девушке с такой внешностью? Да, она жила с купцом по договору. Но теперь еще у них такая любовь, что их вряд ли кто разлучит. Вы не больны часом? Бледны и испарены? Да… Душно здесь. А что это у вас? Это… Грозбух. Дайте-ка его сюда. Не сочтите за труд. Господи… Вы почему же к врачу-то не обратились? Теперь… Ее у меня заберут навсегда. А я не могу без дочери. Я и так ей всю жизнь сломал. Мадам Девос купила все мои долги. И все, что теперь мне остается, это следовать за дочерью. Чтобы… Рядом быть. Чтобы… Защитить. Я уже думал, что все устроилось. А здесь опять эта мадам… С новым клиентом, сумасшедшим. Грозилось мои… Мои… Документы долговые предъявить. Чтоб, значит, меня в яму долговую… И вы договорились о встрече. Я правда… Хотел договориться… Но она… Ни в какую… Милая моя, куда же ты? Куда? Куда глаза глядят? И я… И я с тобой. Поедем вместе после этого бродить. Хоть в Париж, хоть в Африку. Туда, где мы сможем быть вместе. Не таясь. Отдохнуть вам надо, Анна Викторовна. Благодарю за ваш тяжкий труд. Выкопали истину прямо из зала. Да я не устала. Единственное, чего никак не могу понять. Зачем Андре было нужно это платье? Мадам испытывала болезненную страсть к Андре. Поэтому и заставляла его одеваться в женские костюмы. Кстати, это же платье на первых порах помогло ей оставаться вне подозрения. Первая мысль, которая меня посетила, что покушались на мадам де Бон, я ошибся. Ну, и к тому же, этот пеньюар, запачканный кровью, она пыталась его сжечь, а остатки спрятала в ведро с золой. А вы как догадались? Ну, скажем так, мне подсказали. А Сеславин, он так и не смог получить Ульяну. А мне показалось, что у него… Нет, нет, даже не искреннее чувство, а какая-то одержимость этой девушкой. Да они как будто все с ума посходили. Что-то в ней есть. Так. А Сеславин, он просил вас о помощи? Да. И что же вы? А я ему отказала. Почему? Сами говорите, искреннее чувство. Ну, потому что он действовал через мадам де Бон. Хотел, понимаете, рабу за деньги купить. И я не стала ему помогать. Ну, ваши слова, настоящее чувство оправдывает все. 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 Кроме лжи. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова